Подпишитесь на Рутюб-канал телеканала «Спас» и смотрите все выпуски любимых программ. Подпишитесь на главное. Десятый день после Пасхи называется Днем Святой Троицы, День Рождения Церкви и также Пятидесятница. Можно вспомнить, что происходило тогда. Ученики стали проповедовать учение Христа, то есть Евангелие. И Евангелие, Благую Весть. Сейчас Святой Дух сходит на христиан? Нечистую душу не войдет премудрость. Премудрость – София. И Дух Святой не будет обитать. Что значит Бог Троица? Вот как это так? Все умещается в Нем. Мы потому антропоморфизируем Бога, то есть представляем Его человекообразно, поскольку Он нас теоморфизировал в Своем творении, то есть Богоподобными нас сотворил. И вот мы видим ум, мысль, дух. Христос Воскресе С вами Роман Голованов, профессор Алексей Ильич Осипов. Алексей Ильич, Христос Воскресе! Христос Воскресе! Алексей Ильич, вот у нас еще одно большое событие, 50-й день после Пасхи, называется Днем Святой Троицы, День рождения Церкви и также Пятидесятница. Можно вспомнить, что происходило тогда, и что это событие из деяний святых апостолов для нас сегодня? Кратко, ну, все-таки после распятия Христа ученики собирались вместе, конечно, еще бы. Такая трагедия страшная. А потом, хотя Христос явился им, вознесся, но они не почувствовали никаких изменений в себе. Они собирались, ну, как написано, страха ради от иудеев, которые распяли Христа, и которые могли и камнями побить, и распять, и все, что угодно сделать, как Стефана побили. Вот были такие, робкие, поязливые, боялись сказать кому и слово. И вот вдруг описывает деяние, что произошло некое событие, которое выходит действительно за границы, может быть, всех обычных явлений, с которыми мы соприкасались. Как раз в Пятидесятый день после воскресения они также были в каком-то помещении, и вдруг, совершенно неожиданно, послышался шум, как от сильного ветра. Ученики все оглядываются, смотрят, и смотрят, появились как огненные языки. Вот сейчас электричеством это легко сделать, огненные языки, ничего не стоит. И вот здесь, как огненные языки, и которые, это интересным образом, вдруг входили в каждого из них. Что дальше произошло? А дальше произошло действительно явление удивительное. И эти робкие апостолы так вдруг с потрясающей смелостью выходят к народу, так и начинают проповедовать о Христе, которого распяли они, и этот народ, и их руководители, и так далее. И начинают смело проповедовать. Там же были только евреи. Это же Пятидесятница – это большой иудейский праздник. И вдруг им они начинают со всей смелостью говорить о Христе, о Его учении и о необходимости обращения к Нему. Это было явление потрясающее. Это случилось в Пятидесятый день после празднования Пасхи. Пасхи иудейской, я говорю. В данном случае здесь – после воскресения Христа. Вот как, что случилось в этот день. Ну, спросил, почему этот день считается основанием церкви. – День рождения церкви. – Да. Дело-то вот в чём. Что только с этого времени, получив этот духовный, мощный потенциал в себе, заряд, если хотите, импульс, ученики стали проповедовать учение Христа, то есть Евангелие. Евангелие – благую весть. Она благая, добрая, прекрасная весть. Вот как надо жить. Вот как нужно верить. Вот, оказывается, что произошло. И они стали смело проповедовать. Что из этого уже было? Мы знаем, что начались страшные гонения, убийства их. Вы знаете, что почти практически все апостолы, за исключением Иоанна Богослова, все умерли мученически. Все. Тот же и Пётр, те же и другие апостолы, все мученически умирали, им грозили смертью, побивали камнями, пыткам подвергали, они продолжали проповедовать. То есть, вы знаете, в Пятидесятницу получили это такой импульс духа, который ничто не могло освободить, ни страдания, ни сама смерть. Вот, что произошло. Вот почему называется это основанием церкви, или началом церкви? Потому что только с этого времени она начала расти. как организм. Вы знаете, вот начинается, и всего что? Клеточка. Если он не будет расти, то что же, пробка, ничего не будет? Нет. Вот с этого момента, когда вот импульс жизни, то, что на языке церковного называется духом святым, когда они получили, начался процесс роста, распространение церкви. Началось исполнение заповеди, которые Христос перед Вознесением сказал, идя, научите все народы, то есть не только уже еврейский народ, а все народы, совершая крещение над ними, крестя их, крестящие их во имя Отца, Сына и Святого Духа, то есть во имя Святой Троицы. Так начался жизненный процесс и роста христианской церкви. Алексей Ильич, Пятидесятница. А вот когда мы говорим про этот огонь, который сходит на апостолов, а вот огонь, который сошел на Содом и Гоморре, это то же самое? Получается, что тот же самый огонь может и дать истину, и может попалить? Нет, совершенно разные огни. Содом и Гоморра – это был огонь действия тех законов, которые они нарушили в своей духовной жизни. Огонь апостола – это было действие Духа Святого. Совершенно другое действие. Здесь, если хотите, это такое мощное явление третьей ипостаси Святой Троицы. Вот видите, каждая ипостась имеет свои индивидуальности. Вы подумайте только! Как мы же говорили, Гум, Отец, Он рождает. Из Него исходит этот Дух, духовное вот это состояние человека. Сын воплощается, только Сын. Вот нам говорят, как это Бог может воплотиться? Я говорю, показываю, вот видите, мебель, видите, все прочее. Что это такое? Это? Это есть воплощение нашей человеческой мысли. Смотрите, воплотили в какую мебель. Слово воплощается, это мысль, логос. Иван говорит, и она так и начинается. Энархи, ин о логос. В начале было слово, мысль. И как вот у нас воплощается, так и здесь вторая ипостась, строится слово, логос, воплотился. Не Дух Святой и не Отец. Видите, какая специфика. И даже Христос сказал, когда придет утешитель, тогда вас научит. Опять, посмотрите, оказывается, это специфика уже Духа Святого. И до совершести Духа Святого, посмотрите, какие были робкие. Боялись что-то сказать даже. Сидели в закрытой комнате. Помните, Христос явился по воскресенье. Страха ради иудейского. Попробуй узнать, побьют камнями. А тут что? Всё! Огонь! Как и сказал Христос, я пришёл огонь свисти в небо и как бы хотел, чтобы он возгорелся. И вот когда ученики апостолов получили этот огонь, то посмотрите, что произошло. Никаких страхов. Петра и Иоанна вызывают. Вы как смеете там этим Христом проповедовать? Они им говорят, кого же там вы считаете больше слушать? Вас, что ли, или Бога? И всё. Смелость какая! Действительно, огонь! Так же, как, знаете, на войне, какая бывает смелость, когда идут на всё. Вот так и здесь. Так что это совсем разные огни. Алексей Ильич, а сейчас Святой Дух сходит на христиан? Потому что я сейчас хотел бы понять, вот есть у нас литургия, а есть ещё пятидесятники. Ну, как такое, ответвление там. И вот они говорят, что там Святой Дух сходит, начинаются вот эти тряски, вот что-то такое, как описывается в деяниях святых апостолов. И у нас есть литургия, сошествие Святого Духа. Как оно происходит? Нет, а при чём литургия, я не понял. А на литургии может происходить сошествие Святого Духа? На христиан? А почему литургия? Литургия – это только одно из самых таких, я бы сказал, сильных, что ли, великих таинств, когда человек наиболее может приобщаться к Христу и Богу. Одно. Но дело не совсем в литургии. Обязательно в литургии. Совсем нет. Помните, апостол Пётр был, к нему пришли посланники от сотника, пригласили его, Петра. Было явление ангела, от сотника пригласили Петра. Он пришёл и спрашивает, что вы меня позвали? Они рассказали, что вот нам было такое необычное явление, сказали, чтобы позвать тебя, и ты нам скажешь. Он начал говорить. И вдруг, начал говорить, и вдруг произошло вот это вот действие Духа Святого. Произошло с такой силой, что это увидел он и все. В данном случае, видимо, это было сопряжено с тем, что они стали вдруг спокойно говорить на иностранных языках. Но Пётр всё понимал, да, и все понимали, видели. И тогда, видите, сошёл Дух Святой. И тогда Пётр говорит, ну, надо тогда крестить. Даже не крещённые. И вдруг они Духа Святого получили. Так что не нужно это связывать исключительно с внешними формами. Могут быть, оказывается, и такие события, которые, так сказать, даже независимы. Это, конечно, исключение. Так что, видите, вот, оказывается, началась проповедь Христова учения. Вот. Начался процесс роста Церкви. Посмотрите, первый же день, первый же проповедь Петра, пять тысяч человек обратились ко Христу. И это уже шло и дальше. Так, правда. А то, что в отношении этих, так сказать, Сашисти Святого Духа, ну, у протестантов это вообще, вы знаете... Я просто видел, как это происходит. Ну, да-да. Я знаю. Это впечатляет, мягко скажем. Я знаю это. Это, да. Это вообще, они бедные. не знают простой вещи, что в нечистую душу не войдёт премудрость, премудрость София, и Дух Святой не будет обитать. Они забыли об этом и думают, я верю, и всё. И сейчас на меня Дух Святой сойдёт. Да, Месса верует, апостол прямо пишет. Верует, трепещет, и никакого Духа Святого не получают. Они забыли об этом важнейшем условии, при котором только действительно может человек получить Духа Святого. Недаром преподобный Серафим Саровский прямо говорил, что цель христианской жизни в чём состоит? В стяжании, то есть в получении Духа Святого Божьего. Цель. И дальше сразу вопрос. А как? Вот, оказывается, что получить-то? Нужно не просто верить, как бес. А нужно, оказывается, жить по-божески, по Христу, по тем заповедям и тем законам духовным, которые были открыты Христом. Тогда только в очищенное только сердце может войти и Дух Божий. Вот то, что происходило две тысячи лет назад с учениками Христа, вот то, что описано, а как это сейчас происходит? «Стошествие Святого Духа». В чём оно выражается? Вот вы уже давно в церкви. Может, видели? Ну, это уже не довод совсем. Я считаю, мы должны делиться опытом святых и учением церкви. А если я начну говорить, я поделюсь с вами своим личным, духовным опытом, тогда я буду ждать, когда же все падут и начнут целовать мою туфлю. Вообще такое... Вы подумайте только! Вообще, это, я вам скажу, ужасная вещь, а я довольно часто это слышу и вижу, как начинают делиться своим духовным опытом. Боже мой! Да святым так можно поделиться так опытом, что люди до самоубийства дойдут? Я весь грязный и хочу... Давайте я вас обниму сейчас, чтобы вы чистыми были. Происходит именно это. Весь находясь в страстях, и я начинаю делиться. Скажут, ну, как же, вот как вы от страстей избавляться? В том-то и дело, что я не избавился от страстей. Как же я могу вам личным опытом поделиться? Я могу сказать, как святые учат? О, это да! Как они учат? Как это возможно? Это действительно возможно, это правильно. но своим да избавит Бог. Это какая-то гордыня, знаете, какое-то тщеславие, какое-то непонимание даже. Я говорю, вот пример самый хороший. Весь в грязной луже только было, давайте я вас свою любовью обниму, чтобы вы были чистыми. Опыт святых мы должны предлагать, но не лично. Извините, что я об этом всё говорю, потому что это очень важно. А вот опыт святых, да, они говорят, каким образом можно получить Духа Святого Божьего. Это процесс, это определённый путь духовной жизни, который начинается с понуждения себя к жизни по заповедям, к узнаванию этих заповедей и к жизни, сопоставлять свою жизнь с заповедями, а не с кем-нибудь. А то я очень хорош, да, я никого не убивал, я никого не грабил. Ой, какой святой Божий мой, невозможно. А то, что ты лжёшь, лукавишь, лицемеришь, обманываешь, я не знаю, что, это всё ничего, это чепуха. Да. Так вот, жизнь по Евангелию, кратко, это о том, как это процесс, это уже дело, сами понимаете, это серьёзное, но постараться петалоном своей жизни иметь Евангелие, а не какую-то такую общечеловеческую мораль. Общечеловеческая мораль в чём у нас состоит? Не убивай, не грабь. Вот и всё, и уже хороший. А здесь, оказывается, следи за своими даже мыслями, своими чувствами, своими желаниями, сопоставляй их с учением Христа. И вот на этом пути, на пути такого сопоставления себя, человек начинает видеть себя. До этого я видел себя очень хорошим, вы знаете. А оказывается, меня не тронет, а то пойдёт простите меня, вонь. Вот, оказывается, какой. Вот отсюда человек, поняв себя, он уже начнёт и действительно обращаться к Богу с настоящей молитвой. А где будет настоящая молитва, из этого чувства видения своей повреждённости, испорченности, здесь постепенно у человека появляется смирение, благодаря которому и начинается очищение души Духом Святым. Начинается. Ну, вот так кратко. Алексей Ильич, вот этот же день ещё называется Троица, и это большой повод поговорить о том, а что значит Бог Троица? Вот как это так всё умещается в нём? Всё понимаем, что ничего не понимаем. Дай Бог, чтобы понять, что ничего не понимаем. Да, и кредо, кви абсурдумест. Что говорить о духовных реалиях, когда мы не можем понять материю? Ну, простите меня, что такое квантовая механика? Ну, и что иное, это как попытка осмыслить и выразить, насколько возможно в наших человеческих словах и понятиях, выразить что? Вот этот микромир, то есть самую суть нашего материального мира. Вот что это. И мы тут начинаем – это невозможно. У нас нет слов, у нас нет понятий, и там всё не так, всё не то. – Верим? – Верим. Не можем понять материи, но дайте нам понять, дух, как это троица, потому что это глупо, это понятно. Но, тем не менее, святые отцы говорят, ну, хорошо, мы можем вам представить аналогию. Ну, по аналогии, может быть, попробовать. Вот смотрите, человек – личность. Личность – я – один. Так? И что мы у него находим? Ум. Который постоянно рождает мысли или слово. По-гречески слово – это логос. Постоянно. Это функция ума. И функция мысли какая? Рождаться от ума. Но этот ум и наши мысли, они все насыщены, этот ум насыщен чем определенным духом. Вы понимаете? Я умом могу быть злым, а могу быть добрым, могу завистливым, а могу быть любопильным. Дух человека, он определяет, если хотите, вот характеризует человека. Вы видите? В моей личности, да, я. Но кто это есть? Я – один. Кто это есть? Это есть мой ум? Отец. Мой сын – логос. Сын Божий. Мысли, которые рождает мой ум. И он не может не рождать. Это его функция. Мы все присущи. И дух, и дух, какой это важно, какой? Да, во мне дух. Может быть, таков, что ко мне люди бегут. Может быть, таков, меня в ужасе будут отворачиваться. Вот в чём дело-то. Вот троица, троица. Я один – один. Знаете, чем хороша эта аналогия? Христианство говорит, что человек – это образ Божий. Это образ Божий. То есть, это есть самое совершенное подобие Бога. И поэтому, но я вам приведу мысль уже совсем не святого. Был такой учёный, Якоби был. Он говорил, мы потому антропоморфизируем Бога, то есть, представляем Его человекообразно, поскольку Он нас теоморфизировал в своём творении, то есть, богоподобными нас сотворил. И вот в данном случае Святая Троица – да. Где же лучше найти аналогию, как не человек? Ну, конечно. И вот мы видим ум, мысль, дух. Ну, вот так. Ну, если вам понравится. Но, тем не менее, скажу, я не знаю. И, конечно, не понимаю. Но это факт явления того и другого и третьего. В крещении Спасителя все явились три. Алексей Ильич, а вот завершая тему, если мы говорим, что это день рождения Церкви, вспоминаем мы Троицу, говорим о том, как огни сходят на апостолов, а вот Церковь, она для чего создаётся? Вот почему нельзя спастись или можно спастись без Церкви? Для чего нужно ходить в храм, где собирается община? Почему нельзя просто взять и помолиться дома? Может быть, там тоже Дух Святой сойдёт? Ну, да. Образ такой есть. Говорят, Церковь – это корабль. Ну, можно и без корабля. Может, попробуйте и сам. Поплыви сам. Ты же отличный пловет. Есть которые, Ла-Манш, например, даже говорят, переплывали. Ну, ладно, ну, Каспийской переплыви хотя бы. Неужели не понимаем, что, оказывается, когда мы говорим о возможности, то, что, одним словом, понимаем, спасение, то, сами понимаем, нужны какие-то условия соответствующие. Церковь – это что такое? Церковь – это есть нечто, как то, что содержит все учения Христа, правильное учение. Откуда мы узнаем, что Евангелие – это Евангелие Христа? Откуда? Откуда? В церкви. Как мы узнаем наилучшим образом можно правильно жить? Опять, в церкви. Она не только нам дает учение Христа, она дает и примеры, дает учение святых отцов, которые расшифровали, если хотите, эту духовную жизнь. Всё мы в ней находим. Ну, а если говорить о храме, то мы просто же понимаем, что в храме всё-таки наиболее благоприятная обстановка для того, чтобы хоть немножечко, может быть, помолиться, вспомнить о своих грехах, раскаяться. Церковь даже и здесь предлагает таинство исповеди, пожалуйста, да ещё какое таинство причащения. Вот так. Так что церковь – это корабль. Я думаю, что поэтому очень важно, какой корабль. Потому что сейчас церквей полно в связи с экуменизмом. Так вот, почему мы и говорим о необходимости церкви, которая изначально идёт, то есть православной церкви, в которой сохраняется неповреждённым понимание учения Христа. И это учение дают святые отцы, которые доказали это своей жизнью, а не чем-нибудь, а не просто языком. В общем, вот в этом вся суть. Вот почему необходимо, почему она нужна, церковь. Корабль нужен. Алексей Ильич, вас поздравляю с Пятидесятницей, с Днём Святой Троицы, с Днём рождения нашей Церкви, поздравляем и наших зрителей, благодарим, что посмотрели нас. С вами были профессор Алексей Ильич Осипов и Роман Голованов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин